Когда мы набираем воду, на дне остается такой ржавый осадок, который, конечно, вызывает большой дискомфорт для питья и для мытья. Жители деревни Выселок-Кушья в Игринском районе используют такую воду. Набирают, отстаивают и так уже несколько поколений. Везде порывы, возле башни, в трёх-четырёх местах, в конце улицы там. Вода была, но летом не хватало для полива. Давления вообще не было. Местные вспоминают, водопровод в деревне появился в 70-е годы и строили его сами. Своими силами собрали деньги, эскаватор где-то нанимали, те, кто находил трубы на колодце, кольца вот эти бетонные тоже. Водопровод нигде не числился. Сегодня водопровод, можно сказать, тоже делают сами. На 15%. Такова доля софинансирования граждан проекта, который попал в программу инициативного бюджетирования. Жители обратились, что у них водопровод в критичном состоянии. На эту просьбу мы собрали сход с жителями. На сходе возражений не было. Потом на сессии с депутатами мы приняли решение подать заявку на конкурс инициативное бюджетирование. После этого сделали проект и заявились. На 594 метра новой трубы потребовалось 594 тысячи рублей. В деревне 22 двора. Они собрали 63 тысячи рублей. Столько же вложили водоканал и районный бюджет. 400 тысяч добавила республиканская казна. В инициативном бюджетировании от Игринского района в этом году участвует 7 населенных пунктов. Проекты самые разнообразные. Это и уличное освещение, это и ремонт дорог, это и ремонт водопроводных сетей. И самым популярным направлением является обустройство детских площадок. Интерес к инициативному бюджетированию растет. В районе совместно с активными жителями деревень начали готовить конкурсные заявки в программу на следующий год. Марина Баль, Елена Слесарева, Василий Хохряков. Новости.